Приветствую вас. Я так понимаю, что вы не хотели бы раскрывать свое имя, поэтому, соответственно, не знаю, как к вам обращаться. Давайте просто, наверное, скажем, что у вас есть имя. Буква одна, но она, в принципе, ничего не значит, наверное. Итак, что вы спросите по факту, по факту, что вы просите сделать так, чтобы не заменчать определенных переживаний своих. По факту вы просите сделать так, чтобы вам не было больно, как мне кажется. Но переживание ваше, оно уже есть, оно уже есть. И мне кажется, по крайней мере с моей позиции, с точки зрения моей позиции, с точки зрения моей философии, с точки зрения моего, я бы сказал, подхода. Я не думаю, что вам нужно забивать на свои чувства. Более того, если вы внимательно посмотрите на то, что вы написали, то вы увидите там, где вы написали, вы увидите очень много какой-то такой, я бы сказал, усталости, эм, ожиданий, которые у вас, ну, как бы, эм, либо есть, да, эти ожидания у вас, соответственно. То есть, ну, такой, такая вот потребность, чтобы вас, условно говоря, оценили, наверное, вот. Мне кажется, что он, то, что вы не замечаете, эм, Сибирь, эм, более, то, что вы не замечаете в Сибирь, эм, вот, с такой, с такой, ну, болезнью, да, вот. Это является основой, эм, для того, что вам сейчас плохо, потому что, ну, если бы, если бы вы, если бы вы не, эм, не были бы глухи, глухи, к себе, к своим чувствам, да, если бы вы не были глухи, эм, к тому, как вам, как вам относятся люди, то вы бы, эм, дали бы им обратную связь, такую, такую, чтоб они поняли, что вам неприятно, например. Чтобы они поняли, что вам больно, например. например, чтобы они поняли, что вам тяжело, например. Вот, а если вы взваливаете на себя большое количество работы, делаете её беспрекословно, насколько я понимаю, то конечно же, к вам будут относиться, ну вот, таким образом, так вот к вам будут относиться довольно-таки потребительские, потому что вы сами, ну, вы сами воспринимаетесь, вы сами подаете себя так, что к вам можно относиться с потребительским. Вот, поэтому мне кажется, что боль нужна, если она есть, да, то боль нужно, мне кажется, выращать. Мне кажется, что та болезненность, которая у вас есть, её нужно вносить в контакт, давать людям понять, давать людям понять, что вы человек, и что вам может быть больно, и что вам может быть трудно, и что вам может быть тяжело, и что вам может быть неприятно всё, что, условно говоря, право говоря, то, как вам относиться. У меня же такое ощущение, да, что вы, ну, как бы, вы приказываете себя подавлять, вот, я не думаю, что подавление кому-то когда-то помогало, я не думаю, что подавление своих чувств коротком помогало. Поэтому то, что вам больно сейчас, то, что вам болезненно сейчас, это вполне нормально, это вполне естественно, это вполне такая адекватная реакция на более чем классическая реакция. И я бы сказал, что, мне кажется, здорово, что вы это чувствуете, потому что так вы знаете, что, например, с вами нельзя. Так, теперь осталось научиться выражать это в контакте с другими людьми. Вот, поэтому не обращать внимания, значит, на мой взгляд, забить, забить, забить на свои чувства, вот, забить на свою реакцию, на свои переживания, которые у вас есть, вот. Мне кажется, подобное довольно-таки не куманно. Вот, по отношению. Хотя бы вам, по отношению хотя бы, ну, по отношению, к, вам как к личности, по отношению к вам как к человеку, вот, по отношении к вам как к женщине, вот. Мне кажется, что это не гуман, и в рамках своей философии, в рамках своей школы, в рамках подхода, к которой я работаю, вот, я не могу, как бы, вам этого, как бы, вам в этом помогать, потому что мне это, как бы, ну, притет. Я понимаю, что вы в таком случае, может быть, открываете себя болью, и, может быть, вы можете сказать, что, Андрей, тогда мне будет очень больно, тогда мне будет очень тяжело, ведь, как бы, это же сложно жить вот так. И я с вами соглашусь, но если вы научитесь проживать вот эту вот болезненность, если вы научитесь не бежать от нее, да, если вы научитесь, если вы научитесь принимать и, наверное, самое главное, проживать свои чувства, которые вы испытываете, вот, то ваша жизнь станет куда более полнее, чем сейчас, вот, и вы станете чувствовать себя более свободным. Да, какие-то люди, они, безусловно, от вас уйдут, каким-то людям не понравится то, что вы им говорите, брат, но единственный, такой жизненный способ, который неизвестен и который, скажем так, способен обогатить вашу жизнь, способен дать что-то новое в вашей жизни, да, способен наполнить вас энергией. Это именно то, о чем я говорю. Быть с собой четной, быть с собой откровенной, даже если это страшно и тяжело. Психолог, кстати, поможет вам при необходимости, конечно, психолог поможет вам этот путь пройти, чтобы вы не чувствовали себя одно. Вот. И если вы будете себя лучше чувствовать, если вы будете себя, если вы будете лучше воспринимать те вот сигналы, которые любые люди вам посылают, например, то вы будете чувствовать себя лучше, вы будете чувствовать себя на своем месте, вы будете ощущать себя на своем месте. И такого, такого вот, как вот, то, что вы описываете, да, не будет, что вы делаете все, всю работу, вот, вы делаете, ну, как бы, вы делаете всю тяжелую работу, вот, а у вас еще и, значит, принижает. Вот, вопрос ведь в том, я же не знаю, может быть, вам нравится делать то, что вы делаете. Тут момент какой, ведь тут момент в том, что насколько все это по вашему желанию происходит, понимаете? То есть, ну, если по вашему желанию, то супер, прекрасно, тогда, вот. Если, условно говоря, это, ну, не совсем то, что вы хотите, если вам кажется, что вы достойны большего, например, вот, то тогда, конечно, имеет смысл, наверное, что это менять, это всегда страшно. Вот, никто не говорил, что это будет не страшно, но мне кажется, что по-другому какого-то вот результата не добиться. То есть, то, что вы делаете сейчас, это в какой-то степени пораженческая жертвенная позиция, да? Вот, как не обращать внимание на то, что меня, там, условно говоря, там, ни во что не встают, например. Ну, как бы, эм, зачем на это не обращать внимание? Почему вам страшно, страшно обратить на это свое внимание, вот. Что произойдет, что произойдет, если вы, эм, обратите на это свое внимание? Что, собственно, случится тогда с вам, например? Вот это, эм, такой важный, как мне кажется, вопрос, на который вам нужно, эм, себе постараться, э, постараться ответить. Потому что, э, от этого, ни много, ни мало, зависит, э, о, ваше будущее и то, насколько вы будете, э, чувствовать, э, например, э, себя удовлетворенной, э, тем местом, где и где вы находитесь. Ну, мы же хотели бы, чтобы вы были удовлетворены, э, своей работой, вот, теми людьми, которые, э, ну, которые, э, которые, э, с которыми вам, э, ну, с которыми вы работаете, да? Вот, мы же этого, наверное, все-таки хотели бы, правильно? Вот, поэтому для этого нужно, э, конечно, что-то делать. И не всегда это что-то, к сожалению, приятное. Приятное дело. Вот, поэтому, э, я бы сказал, что много здесь, висловист, от вас, э, как бы, насильно выставлять вас. Я, понятное дело. Э, э, не могу и не хочу, вот, это, немножко не то, на что я нацелен, ну, вот, э, как бы, повысить вашу, самую оценку, точнее, э, больше, э, ну, в большей, э, степени, э, обратить ее, э, к вам, обратить ее, в большей степени, вовнутрь, нежели, чем, э, вовне, вот, как она сейчас находится. Вот, в этом, э, я, в принципе, э, видел бы свою задачу, вот, в этом бы я видел, э, свою основную, ну, миссию. Э, вот, скажем, ну, скажем так, это то, что мне, э, то, что мне кажется важным. Вот, ну, надеюсь, надеюсь, что и вам тоже кажется важным, и надеюсь, что, э, после моих, э, вот, слов, вы для себя, э, вот, тут, ваши позиции пересмотратели. Так, конечно, э, никто не ждет, э, что вам будет, э, легко, и что вы сразу справитесь, вот, э, совершенно никто этого не ждет, вот, и я, э, э, так, точно этого не жду, потому что, я знаю, что процесс это не быстрый, вот, но, тем не менее, я надеюсь, что вас это немножко вдохновит. Так, как у вас появятся перспективы, а то, что сейчас происходит, это просто, вот, как бы, ну, вы, э, просто хотите, задолкать, э, свои обиды куда-то глубже, вот, и все, ну, это, ну, куда не ведет, вы же, вы человек, вы можете взорваться однажды, вот, и, э, совершить, э, какую-то глупость, вот, поэтому, мне кажется, э, мне кажется, что, э, этого лучше не надо, вот, облегаться, что вы можете так себя довредить, а себя, себя, себя все-таки, мне кажется, нужно любить, да, и о себе нужно, не, мне кажется, озабочиться, вот, ну, по крайней мере, стараться, вот, стараться на это дело, вот, э, ну, такой вот, собственно, хотел, хотел бы дать вам, я, ответ, э, вот, вот, э, то, что, э, а, мой взгляд, важно отметить, а, значит, э, при, рассмотрении вашего, э, рапоров, э, постарайтесь, прислушив, э, к, э, себе, то есть, вот, ну, постарайтесь, э, э, подслышат, э, к своим обидам, да, вот, которые у вас, э, есть, вот, постарайтесь к этим обидам подслышат, постарайтесь, э, услышат, э, услышат их, услышат, вот, э, что, э, именно мне обидно, да, что вызывает во мне, это вот, э, обидно, чего я жду от людей, от людей, да, чего я ожидаю от людей, чего я хочу от людей, вот, и, э, э, дальше, э, вы можете спросить себя, э, примерно, так, э, что я делаю телу, для, э, того, чтобы это произошло, то есть, как я, вот, как я выращаю, э, свои чувства, да, как я выращаю, э, свои эмоции, как я выращаю, э, свои ощущения, вот, как я, э, э, даю понять другим людям, э, вот, что, у меня что-то плохо, что у меня что-то не нравится, так, давай, в основном, что-то, происходит, э, вот, э, 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 или я просто э,, э, 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 жду, что они, э, э, вот, secrets, что они, поймут сами какие-то вещи, которые для меня являются важными. Давайте честно ждите себе на этот вопрос и постараемся ответить. Это важно. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго удачи. Буду благодарен вам за отклик на мой ответ. Это могло бы послужить началом вашей работы над собой.